комната не подготовлена идеально для прослушивания но это и понятно потому что мы находимся в отеле и тем не менее вот эта вот система с кефами с референсами самыми крутыми хотя нет есть еще круче есть blade а потом еще выше этому так вот здесь все это круто максимально качественно играет а все почему потому что в англии сидят конкретно в киев очень крутые инженеры которые думают не просто чтобы акустика где-то играла идеально в без эховой камере либо в каком-то подготовленном помещении как например моем салоне droid one либо у меня дома либо не знаю где-то в общем в том месте где люди подумали об обработке помещения так вот эти акустические системы и эти 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 они будут играть практически в любом месте почему потому что люди думали люди проектировали люди экспериментировали и добивались того чтобы звук был максимально скажем так крут по всех помещениях правильно и здесь он играет тоже хорошо семён привет расскажи пожалуйста расскажи пожалуйста вот про эти шикарный киев референс как они круто сделаны это один из моих любимых вообще вот таких вот цветов но не считая там черного либо белого сайте какой голубенький классный просто супер и это же металл правильно и это не просто так это же еще и метода линейка как говорит плакат осталось только имя да от старых то акустических систем а здесь по сути кроме внешнего вида все они изменили эти хитрые инженеры да так же да это линейка называется reference meta за референс это а чем она отличается от обычных ну кроме вот этой вот мета пластины которая прошлом году произошло это то это обновление этот апгрейд это сама модель reference в таком вот дизайне в таком конструктиве офигенный дизайн уже какое-то время производится уже несколько лет но в прошлом году произошло вот именно такой динамики вот эти вот синие и вообще прям такой темно-синий цвет он отличается это эта отделка называется ice blue очень круто blue и легкий как в песне i'm blue dbd хотя мы не из этих мне тоже очень нравится реально стильно прям прям здорово смотрится в каких-то интерьерах шикарных тоже может быть да и в обычных да 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 но просто люди в основном выбирают черный цвет какой-то скучно черное на черном как вот mercedes или bmw там все у них черная у людей такой черный подход такой такой как бы патриархальный что ли и стекла у них тонированные все это все неправильно сделайте вы классную тачку там точнее возьмите там цвета какого-нибудь голубого либо бежевого либо не знаю там инди и будете ездить и на вас будут все смотреть и думать какой классный веселый парень правда да наверно соглашусь с тобой в общем прошлом году доработка прошли серия референс внутри вот этого uniq модуля так установлен мат из мета материала это акустический лабиринт то есть его он поглощает и сам материал специально разработаны их самая главная конструкция в виде акустического лабиринта в итоге звуковая волна от задней стороны динамика увязает в этом лабиринте и колонка внутри вибрации нет искажений вот самое главное друзья это вибрации потому что они всему вину они портят этот звук так вот здесь практически решили эту проблему да все верно то есть использование этой технологии позволяет добиться того чтобы и как бы излучение шло только фронтального нам в уши а внутри колонки его над его от него надо избавиться потому что это вносит какие-то искажения микро искажения тем не менее мы же борьба конечно за идеал какой-то да абсолютно мы же каком-то вот перфекционизму стремимся да к сожалению идеал не достижим хай-фай хай-энд он как раз про это про перфекционизм на вопрос на святого граиля звука нам грустно понимать что мы никогда его не найдем но тем не менее мы стремимся получить хотя бы что-то приближенное вот здесь эта попытка удачная как бы и действительно если сравнивать модели мета и не мета то есть вот r серия отличается разница в звучании это порядка 10-15 может быть до 20 процентов приходите ко мне и послушайте либо приходите вот дистрибьютору и также вы все это сможете своими ушами да и глазами тоже убедиться что это эволюция друзья то есть более крутые акустические системы вот мне часто говорят что вот раньше было все намного лучше нет не всегда есть такие бренды например как тот же самый кев который улучшает реально улучшает не просто там какие-то маркетинговые уловки когда колонка реально становится дешевле по внешнему виду у нее там становится фасад там более тонкий либо она сама уменьшается в весе как например с машинами идет когда там металла правильно делают более тонкий нет здесь видно что вы за дополнительные деньги получаете дополнительные технологии и прирост в звуке правильно компания kev никогда не стоит на месте у них всегда инженерный отдел занимается улучшением того что можно улучшить то есть это вот на компьютерах проектирование они используют соответственно специальные модели образцы безэховая камера и всегда пытаются что-то улучшить потому что ну как бы если стоишь на месте то это получается проигрывать бой конкурент конечно поэтому всегда надо пытаться что-то улучшить выжить максимум и компания kev этим занимается вот уже 65 лет ну в общем как бы на всем своем пути она ее имя связывали с инновацией и продолжай согласен китай сейчас вообще он видите что показывают пытаются всех обмануть нагнуть перехитрить тем более с их базой вот эта штука вот в цвете лотос да и в любом другом цвете она играет просто потрясающе меня спрашивают вообще стоит ее покупать или нет почему она такая дорогая на самом деле нет потому что по сути я вам так скажу что корпус меньше чем r5 а по басу она примерно как r7 и при этом вам не надо докупать дополнительные усилители вам не надо какой-то источник покупать вот ваш источник вы подключаете ваш смартфон iphone либо android либо не дай бог какой-нибудь huawei к этой системе и у вас все будет играть расскажите тоже вот про них но действительно это же супер супер мега крутые колонки которые просто вот вау-эффект такой показывают именно такой эффект здесь на выставке люди просят включить эти потом эти сравнивают да мне ну понятно эти круче что у них басовики у них совсем другой масштаб ну в общем и целом да но вот если допустим сабвуфер добавить вот к этим а это тоже активное беспроводное решение ls50 wireless 2 то сабвуфером то они не особо сильно проигрывают но бас все равно не успеет за ним ну есть нюансы но мы не можем получить как бы вот такой же звук но вот это просто бомба вообще а это полностью настроенная система инженера mickev как бы да здесь получается по 4 низкочастотного динамика в каждой колонке они используют единую систему единую систему unicore да как бы вы можете посмотреть ролик мой я прямо рассказываю про нее потому что это очень сложные к при том как они стильно выглядят дизайна тоже очень важно в современном мире как можно за что-то продавать до 1 вот но тот звук который они дают это огромный масштаб глубина погружения в этот звук бас то есть прям ну реально люди ищут сабвуфер а они уже внутри очень взрослый к вот поэтому да это впечатляет этого эффект здесь на выставке это все как раз таки очень прослеживается люди ну в общем сравнивают и говорят что вот эти колонки прям вау вот так что они были именно эта пара была у тебя в смоленске и ты знаешь да 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 я тестировал смотрел и прогнал прожарил чуть ли не только не подпалил и не разрубила к сожалению так что если что присылайте это сделаем распилим ее аккуратненько тоже в итоге стали бестселлером продаж эти л-60 варились и собственно говоря людям нравится все в одном законченное решение согласен это почти никак не в дизайне так как бы никак не мешает дизайну не не разрушает его не вносит какую-то прям сильную лепту они стильные они мало места занимает им нужно просто две розетки вы получаете звук единственное к ним часто подключают телевизор да у них есть hdmi вход надо заранее позаботиться об этом кабель и тогда вообще все будут зайцы убитая и волки сыты и в общем вот это вот все так что целый цвет тоже классно обратите внимание что кеф они такие изобретатели то есть им не просто подавай как говорили белый черный здесь у нас цвет такой лотос здесь у нас такой красный агрессивный обратите внимание что здесь глянцевая панель здесь она матовая в этих акустических системах такой вот цвет титана а тут вообще у нас ткань абсолютно для всех людей с любым вкусом даже для экстравагантных так сказать пожалуйста вы можете подобрать компания кеф очень много уделяет внимание дизайна они нанимают собственно говоря дизайнеров я читал до них технологических дизайнеров промышленных имени промышленных да правильно с мировым именем да то есть людей таких как бы не новичков и всегда предоставляют интересный выбор да там лс-65 отдела лс-50 варис 2 4 отделки вот пассивный лс-50 мета тоже 5 отдела собственно лс-x и до этом четыре отделки еще три отделки у лт версии то есть всегда есть выбор всегда вы можете исходя из своего вкуса или дизайна и еще чего-то подобрать да это это здорово потому что большинство производителей ну как бы более белый черный пора на все это цвета какое-то дерево орех да волна а здесь среднем в среднем у них пять цветов среднем на самом деле на модели их самые такие ходовые а что за стоечка у вас карбоновая такая это кстати российский производитель серьезно да но серьезный хай-фай хай-энд мебель но позаботились чтобы наши компоненты как говорится хай-фай такой уверенной средне-высокий бренд праймер шведский был размещен соответствующий качестве на специальной а вы мебели ну а про прайма что скажете ой но это вообще класс d покупателей абса однозначно вот эти предубеждения это все уже надеюсь осталось прошлом или еще дали были у честно сразу ну родион это все вкусовщина это вот кому-то нравится mercedes кому-то бмв когда они на ландинке кому-то брюнетки вот здесь так же а я думаю что вот с праймером точно так же он на клон в классе d если мы говорим про усилители да вот у нас нету мощник 35.8 но это хайпекс это как голландский ленир от проясно они в морозили три табуна собак и это вот реально демпинг-фактор высочайший контроль колонок на малой громкости полный диапазон класс а бэк сожалению проиграет в этой битве если мощность маленькая на маленькой громкости класс д дает очень хороший контроль динамиков и мы слышим бас но если вы купите 600 ватт на усилитель это тоже будет но при этом если мы говорим про мир хм то конечно там усилители а а б как бы это вот норма потому что скажем так это более приятно наверное долго слушать такие усилители они тоже хорошо играет в предыдущем видео я говорил что у меня был клиент которому я предложил вместо дэна на пойма 110 юбилейного который такой большой серьезный к ста десятилетию выпущен компании дэнон у него мощность недостаточно неприличная но тоже что-то вроде там больше сотки по моему так вот я ему предложил пример вот этот вот и он купил потом звонил благодарил что говорит вообще без шансов переиграл лучше контроль вот как раз таки про что ты говорил лучше звучит на низкой громкости то есть не надо наваливать чтобы потом получить какую-то вот эту динамику то есть праймер который по сути там был в два раза тоньше и в целом то поменьше и вообще не греется и ничего ну греется немножко ну а два тысячи там адена на который все равно чуть более такой горячий да это не класса но тем не менее так вот вот праймер переиграл японцы вообще без шансов он говорит я просто продал практически сразу там я не удивлен класса б как бы но он просто скажем так зайдет может быть большим количеством людей с точки зрения вот как винил такой более аналоговый к это более вот такой вальяжный но д-класс в современной реализации благодаря нидерландцам и хайпекс он он просто не кстати в маринсах стоят тоже хайпекс да да конечно хайпекс это же как бы они работают с производителем они сами напрямую это не продают ничего в рознице это именно вот битуби и это компания которая занимается именно исследованиями разработкой производством и не готовых продуктов а вот таких полуфабрикатов и как бы ну хайпекс это реально круто это сложно с этим спорить какой успех у них сколько заказчиков какой в итоге бизнес из этого всего вот поэтому здесь да здесь стоит хайпекс это очень такая современная реализация т-класса которая ну в итоге людям нравится люди ну как бы спрашивают люди покупают люди в итоге выбирают а он еще и красивый да если мы говорим про праймер эти ручки фрезерован да 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 согласен минимализм очень сильный такой согласен я вот кстати готов заключить пари с людьми кто делает акустику присылайте мне ваши изделия я заплачу за полностью за доставку за логистику от вас ко мне от меня к вам потом обещаю что буду относиться максимально бережно бить пилить рубить не буду и мы сравним с любым кефом ну я думаю что даже r-серия должна в целом победить 90 процентов самодельных акустических систем проверка про референс я вообще молчу поэтому я просто предлагал ребятам там российским одним у них колонки там на коаксиальных динамиках я говорю ну давайте вот пожалуйста с кефом даже сер серии попробуем потягаться ну я думаю практически шансов нет но опять же это же субъективность восприятия кому-то понравится одни колонда мне я тут не согласен тут надо говорить по существу как сейчас опять же в другой комнате я тестировал виниловые проигрыватели сиди проигрывать ну не надо быть каким-то там сверх ушастым парнем чтобы или там не знаю вампиром или летучей мышью чтобы понять что сиди играет просто лучше соглашусь с тобой ну так же и здесь ну ну может вам что-то и нравится там какие-то извращенные темы но если вот эта запись играет лучше но надо так и сказать но нельзя перехитрить вот этих вот ребят из кефа которые там столько лет а с такими бюджетами делают акустику поэтому я уверен на что очень сложно где-то вот в гараже либо у себя дома создать аналог очень сложно практически невозможно поэтому я говорю что пожалуйста ребят давайте пари заключим вы можете сами прийти послушать фокус-группу сделаем это очень тяжело вот их переиграть вот практически нереально как ты понимаешь если это более-менее серьезный какой-то производитель который заинтересован в получении коммерческой прибыли мало вероятно что они тебе колонки пришлют которые ты разнесешь в пах и прах и как они будут и дальше их продавать ну вот ко мне кстати вот один мужчина прислал свои акустические системы но что мне понравилось я вот сказал честно как ей что они проиграли вот даже кефу q150 я сравнивал хотя они были в два раза больше но у человека это хобби то есть он просто сделал для себя он сделал как бы акустику она играет интересно что-то она не отыгрывает но как вариант он не претендует что это лучшая акустика вот такой подход мне нравится вот сейчас ну что-то сделать своими руками потратить на это время там ну кто-то кто-то ходит на плавание кто-то делает акустику почему нет но когда люди утверждают что они делают у себя что-то там и это прям самое лучшее в мире вот такой подход мне не нравится вот про что я говорю а так как хобби почему нет ну пожалуйста можно всем чем угодно можно хоть крестиком шить но нельзя говорить что у вас шитье как бы лучше чем там не знаю плетут какие-нибудь в самарканде там элитные женщины которые там эти ковры делают там для всего мира и стоят они там кучу денег или как опять же вот если мы говорим про про еду да есть ну домашняя кухня она классная вопросов нет то есть все считают большинство что вот дома они готовят лучше чем в ресторанах но вы понимаете что есть шеф-повара профессиональные топовые там на вскидку какой-нибудь гордон рамзи да если он вам приготовят или в его ресторане там у которого есть какая-нибудь мишленская звезда либо даже не обязательно ну просто где работают профессиональная команда поваров но вы не сможете подобное приготовить как они как правило у вас будет ну хуже вы дома сделаете у вас нет ни ресурсов таких нет ни знания ни опыта такого хорошо ты сказал и я тоже люблю очень сравнение когда меня спрашивает какие колонки играют лучше вот пассивные лс-50 метр или активные лс-50 варю с 2 я говорю ну смотрите это 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 вот как еда есть фастфуд и ведь это очень вкусно фастфуд а есть ресторанная высокая кухня это тоже очень вкусно но это разные также здесь решение все в одном это как фастфуд за тебя уже все придумали все подумали все подобрали и ты пользуешься а когда мы говорим про компонентную систему где надо подобрать усилитель источник провода и все остальное то вот это вот более такая высокая кухня что ли и надо готовить так как подбирать вот мне нравится это сравнение тоже но и но это это вкусно поэтому я такое вот сравнение использовать отлично семён не приятно что мы с тобой на одной волне только за адекватность только за объективность друзья идем дальше